Вакцинация – личное дело каждого, а информация об этом – медицинская тайна. Чтобы разыскать тех, кто прошел первый этап вакцинации, мы попросили помощи у наших кадровиков. На пресс-ворамном заводе согласились поделиться с нами своим опытом эти трое. Маляр Игорь Путилин, мастер Дамир Ятманкин и инженер-технолог Эдуард Гелязов. С каждым мы заговаривали по отдельности, чтобы никто ни у кого не списывал. А вот вопросы были одинаковыми. Первый – почему решили пройти вакцинацию? В транспорте сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому, чтобы снизить риск для своих близких и для себя, решил сделать прививку. Риск от прививки меньше, чем от вируса, потому что в прививке нет живого вируса, только запчасти от него. Как только услышал, что будет на КАМАЗе, сразу записался. Один из первых. Потому что я давно уже решил, я смотрел, и как люди болели, как они говорили, что это очень плохо. И умреть же можно, в принципе. У жены в организации тоже прививаются, но там очередь, и все это не так быстро. На КАМАЗе все это получилось намного проще. Пригласили, пришел, сделал. Ждем второй этап. Вопрос второй также под копирку. Приходилось ли лично сталкиваться с коронавирусом? И насколько опасным, считаете, новое заболевание? В бригаде двое болели, но уже давно. Говорили, что это не очень хорошее ощущение, поэтому я пошел пройти 18. Много случаев по городу, много случаев по России, по миру. Уже миллионами, сотнями миллионов исчисляется. Хотелось бы не попасть в эту сотню миллионов, в эти числа. Болели знакомые, болели друзья. По рассказам, в интернете читал, среди знакомых по интернету читал, что люди болели. Соответственно, осознавал реальность. Третий вопрос формулировали уже как опытным антиковидчикам. Что посоветовать и тем, кто еще не решился на прививку, и почему не стоит ее бояться? Разумное опасение и разумное отношение к прививке нужно. Потому что нужно учитывать противопоказания, нужно учитывать личную восприимчивость. Всегда нужно учитывать подобные риски. Но, исходя из того, что я прочитал и услышал, я считаю, что данный риск минимален. Как от гриппа, да. Все проходили, все в детстве прививались, и это было нормально. Сейчас это так же, я считаю, тоже нормально. Не стоит это избегать. И деньги экономишь потом, сколько на лекарства денег надо будет, всю жизнь тратиться. И других не заразишь. У кого маленькие дети, у кого взрослые родители, как вот у меня, к примеру. Я и себя обезопасил, и своих родственников. Ну а четвертый вопрос, он для наших зрителей. Работайте на КАМАЗе. Прошли первый этап вакцинации или уже сделали оба укола? Расскажите нам об этом. Пишите на эту почту. Договоримся о встрече. Ксения Чернильцева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Говорит пять штук только могут. Закавали нас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok